С забытой автобусом именно так о себе говорят жители вот этого новенького микрорайона. Стройные утренние колонны по направлению к более оживленным улицам, словно ответ на вопрос о доступности транспорта. Ну, два маршрута и мне не по пути. Что приходится делать? Да, попавайте. Ну, далековато это. Ну да. Ну вот, вот там остановка. Ну, показывает 9 минут. Что, через 9 минут он будет здесь? Ну, наверное, да. Это единственный способ выследить неуловимый экспресс. В приложении указан номер маршрута и время передвижения. Правда, как уверяет Елена, это еще не гарантия, что транспорт придет вовремя. 65-го ужасно долго. Полчаса вчера ждала на остановке. Серьезно? Серьезно. Вчера он пришел без 10, я его в окно видела, он проехал без 10, 8. Я вышла на остановку, он следующий приехал в 8.20. Полчаса его не было. И так происходит каждый день. У Александра точно такой же метод. Установка нужного приложения в телефон скорее вынужденная мера. В случаях, когда и это не выход, добро пожаловать в те самые стройные ряды. Сотни метров по снегу, опять ожидания, знаменитая еще с советских времен посадка локтями. И вот он, долгожданный статус пассажир. 60-й и 65-й маршруты единственные, которые проходят по двум центральным улицам современного района квартала. 65-го не хватает, конечно, бывает минут по 20 прямо на этой остановке стоишь, ждешь. И, ну и прямо уже начинаешь нервничать. Нервничают и потенциальные пассажиры уже в другом районе. Тут, сквозь улицу Кутузова, проходит сразу несколько маршрутов. Есть здесь все тот же 65-й. Правда, дождаться, говорят жители, это лишь 50% успеха. Нужно ведь еще зайти, залезть, пробиться в автобус. Беда с 80-м и 65-м тоже беда, потому что он очень маленький ходит. Размеры не позволяют. Сейчас пик, да, беда. Город растет, зато не растет количество маршрутов и автобусов, жалуются барнаульцы. Самые инициативные из них намерены обратиться в администрацию краевой столицы с просьбой увеличить состав. Пока же вновь в ожидании. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.